О том, что на прием к врачам вынуждены были ездить за два десятка километров, местные жители рассказали главе региона во время его рабочего визита. По поручению Вениамина Кондратьева, осенью прошлого года началось строительство офиса врача общей практики. Это уже четвертый ВОП на Кубанском районе. Помимо кабинета терапевта и педиатра, там есть процедурный и даже дневной стационар. Даже и не мечтали о том, что у нас будет такой центр. Когда пришли, ну, конечно, восхищению не было предела. Когда увидели, у нас был такой старенький пункт, а теперь такое большое светлое здание. Здесь столько кабинетов, столько врачей. Свежая краска еще в одной из школ станицы Советской. Из-за аварийного состояния здание с вековой истории пришлось закрыть почти на 10 лет. Учеников перевели в соседние корпуса, занятия стали проводить две смены. Чтобы уроки вновь стало возможно проводить в этом здании, нужен был капитальный ремонт. Силами местных властей поменяли кровлю, укрепили фундамент, заменили окна. На этом работы закончили из-за недостатка финансирования. Директор школы обратилась к губернатору с просьбой помочь в восстановлении работ. Из крыльевого бюджета на ремонт выделили больше 11 миллионов рублей. И уже после зимних каникул ученики опять сели за парты в старейшем здании района. Тем самым удалось решить еще одну проблему и ликвидировать вторую смену в школе. То, что было до ремонта и то, что мы увидели после ремонта, конечно, очень большая разница. В каждом кабинете подведен водопровод. Заменено освещение, система отопления, внутренние санузлы установлены, гардероб, чего в этом здании не было раньше. Часть обращения губернатора из Новокубанского района касалась проблем с водоснабжением. Местные жители жаловались на перебой с водой, на ее качество. Сегодня частично удалось решить этот вопрос. Муниципальные власти протянули трубу от Курганинского водопровода. Задача одна. Выполнить поручение досконально, выполнить его до конца. Сегодня губернатор предлагает систему приоритетов, потому что все вопросы одномоментно решить невозможно. И с учетом финансового дефицита необходимо выделять приоритеты. Это и школа, где убираем вторую смену, что в первую очередь. Это, конечно же, медицина. Это инфраструктурные вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Всего же только в Новокубанском районе Венимин Кондратьев дал 98 поручений. По словам главы муниципалитета, на контроле сегодня осталось лишь 13. Все остальные исполнены. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ.